Всем привет! Сегодня я, наверное, расскажу одну страшную историю от моей подруги. Короче, мы с ней с моей подругой переписывались, и вот вдруг почему-то у неё под шкафчиком что-то завудило. Вот знаете, типа как по ветрену другого. Ну, думаю, украинцы поймут. Так вот, и, ну, она мне на это написала. Я, конечно же, такая, типа, поверила, потому что, как бы, ну, я люблю мистику и все дела, поэтому я поверила, конечно же. Она пыталась мне записать голосовое, но не было слышно. Она мне писала это как, типа, сирены, звук сирены. Так и ещё, кроме неё, этот звук никто не слышал. И я думаю, это очень странно. Но так произошло. И потом вдруг она, ну, типа, знаете, как будто бы вы что-то знаете, и это у вас, типа, было с рождения, или что-то такого. Но она там про какого-то пса, типа, просто она не знала, что это за пёс. Потом у неё пришла в голову, и она знает, что это за пёс, все его характеристики и так далее, как его зовут. Ну, знаете, вот этого трёхголового пса. Я думаю, все знают его. Этот. Цезарь или как его там. Цербер. Ну, короче, что-то такое. И у неё, она даже написала мини-книжечку про это. И нарисовала даже, как он к ней пришёл. К сожалению, я вам не покажу, простите, но... Да. И я... Ну, она мне отправила фото. И, ну, я не знаю. Мне как-то было даже стрёмно, что ли. Но, слава богу, через день вроде бы это прекратилось. Но она до сих пор помнит об этом. И, возможно, у неё даже эта книжечка мини-книжка ещё там лежит. Вчера родители попросили меня последить за младшим братом, которому 5 лет. Я с радостью согласилась. Весь день мы играли в разные игры. Было весело. Под вечер заказали большую пиццу, и я решила показать брату фильм «Гарри Поттер», так как он его не смотрел. Его очень впечатлили полёты на метле. Всё бы ничего, но сегодня я обнаружила пропажу метлы и настиж открытое окно в нашей квартире на 16 этаже. Субтитры создавал DimaTorzok